Ежегодно проблема повышения стоимости товаров становится все более актуальной. Во многом производители не виноваты, и повышение цен обусловлено ростом себестоимости. Однако чаще всего им приходится прибегать к довольно нестандартным методам. Когда себестоимость товара повышается, производитель поднимает цену. Но покупатели видят повышение, и часть из них отказывается от приобретения. Чтобы сохранить видимость ценовой стабильности, производители идут на уловку. Цену оставляют прежней, а товара кладут меньше. Такое явление и называется шрингфляцией или даунсайзингом. Многие покупатели не замечают уловки, потому что большинство не читает информацию об объеме продукта. Им кажется, что ничего не изменилось, хотя цены на самом деле выросли. Теперь они покупают меньше объем товара за те же деньги, что и раньше. А это значит, что прежний объем стал дороже. Шрингфляция – это такое явление, которое выражается в уменьшении размера упаковки товара, уменьшении веса, объема, размера при сохранении цены или при непропорциональном уменьшении цены. Фактически получается, что товар начинает стоить дороже, в пересчете на единицу объема или веса. Видимость создается, что товар не подорожал, потому что не дорожает одна упаковка. Шрингфляция может происходить в различных отраслях, включая продукты питания, напитки, бытовую химию и так далее. Примерами шрингфляции могут быть уменьшение размера упаковок чипсов, конфет, кофе, молока и многого другого. Производители могут использовать этот метод, чтобы снизить затраты на упаковку, сырье и транспортировку продуктов. Для потребителя это может быть неприятным сюрпризом, особенно если он не заметил изменения размера упаковки. Компания же может оптимизировать производственные процессы, используя более дешевые материалы и уменьшая размеры упаковки. При этом цена продукции может остаться неизменной и даже увеличиваться в зависимости от спроса на товар. Для того, чтобы избежать негативных последствий шрингфляции, потребитель должен внимательно изучать этикетки и сравнивать цены на различные упаковки продуктов. Также стоит обращать внимание на цену за единицу товара, а не только на общую стоимость упаковки. Если потребитель заметил применение шрингфляции, он может попробовать найти альтернативные продукты с более выгодным соотношением цены и количества товара. То вы не меняете свое потребительское поведение, тем самым обеспечивая продажи производителю, продавцу, обеспечивая им прибыли. В целом экономика страдает меньше от изменения потребительского поведения граждан. Более того, такой способ не самый плохой вариант для потребителя. Далеко не все производители идут на даунсайзинг из жадности. Рост цен – это вынужденная мера для продавцов. В любом случае уменьшение объема лучше, чем ухудшение качества, которое может навредить здоровью покупателей. Елизавета Газизянова, Универньюз.